Друзья, рада всех приветствовать на моём канале Свет Вышивки. Меня зовут Светлана. На календаре 6 января 2023 года. Да, друзья, на этой неделе мне таки удалось довести до финиша любимую мелодию. Хочу сказать вам, что далее я буду выводить на экран фотографии, так как камера телефона чудовищно просто искажает цвета картины. Фотоаппарат, на мой взгляд, более приближённо показывает к оригиналу. Итак, друзья, вышит последний крестик на этой работе. Я не могу не поделиться с вами радостью. А сейчас мы с вами увидим, как этот момент выглядит в саге в электронном приложении. Итак, всё вышито, закончено, подтверждаем. Окей. И тадам! Ура! Что может быть приятнее? Итак, друзья, что нам здесь покажет электронное приложение? Вот. Всё. Вышито 241. 1920 крестиков. Да, друзья, я это сделала. Ура! Ура! Вот так за сегодня мне удалось вышить 839 крестиков. Всё. АПЛОДИСМЕНТЫ И финишу этой грандиозной работы будет посвящено моё первое видео в новом наступившем году. Да, друзья, я не оговорилась. Грандиозной. Её размер в готовом виде 57 на 80,5 сантиметров. Картину я вышивала по схеме творческой мастерской «Артель белый кролик». Дизайнер разработал её по картине великого итальянского художника Евгению Эдуарду Дзампиги. Размер схемы 576 на 420 стежков. В итоге мною вышито 241 920 крестиков. В работе задействовано было 200 цветов, из которых 102 бленда. И, как заявил разработчик, схема имеет пятый уровень сложности из пяти возможных. По моему мнению, друзья, шестой с половиной. Вышивала я крестиком два сложения нити ниточками ДМС на конве Аиди 18-го каунта фирмы Цвайкард. В работе использовала электронную схему приложений САГА. Вышивала по цветам от меньшего к большему в выделенной области. Начинала с верхнего левого угла и двигалась слева направо, сверху вниз. Картину разбивала на три части по вертикали из-за размера станка, друзья. И каждая часть посвящалась персонажу, изображенному на ней. Первым стартовал, как вы помните, наш любимчик Джузеппе в окружении своих питомцев. Кстати, благодаря одному из них, курочке Ряби, мы получили возможность окунуться в сказку и узнать ее глубокий смысл. Эта же часть преподнесла мне и два сюрприза. Один в виде сковородочки в глубине камина и второй в виде хамели. Эта курочка, которая решила, что она хамелеон, и, гримируясь под рядом стоящий с ней кувшинчик, благополучно от меня скрывалась до момента ее вышивки. Да, друзья, изначально до вышивки я не видела эти элементы на картине. Затем появилась розочка, и на ее участке, с вашей помощью, я смогла разобраться с предметами, расположенными на комоде позади нее. Это, как оказалось, осветительный масляный прибор с амфорой для масла. А помните, как мы терялись в догадках, картина – это и лейкуна, висящая над комодом. А интрига нашей розочки в виде остатков бумаги на стене, оставшимися от изображения ее бывшего. Помните, сейчас у розочки благочестивый и трудолюбивый Антонио. Хочется отметить, друзья, великолепную проработку кожи. Она чистая, на взгляд нежная, без пятен каких-либо и вкраплений. Вообще, лица героев – это отдельный разговор. Абсолютно натурально смотрятся морщинки и складочки у наших почтенного возраста персонажей. А руки – каждый пальчик проработан. Складки одежды потрясающе естественны. В картине, друзья, присутствуют также и эпизоды отдыхалочки, так сказать, которые вышивались большими участками одного символа. Это камин, который, кстати, вел меня в заблуждение своей легкостью отшива. Я обрадовалась, думала, что мне повезло, схема самолегкость. Но, закончив его, быстро пришла в сознание, столкнувшись со всеми прелестями многоцветки, которые расположились на других, можно сказать, на всех участках картины. Ну, пока не добралась до юбки Анны. Кстати, вот и мы с вами, да, добрались до третьей заключительной части картины. Так вот, друзья, юбка и нижняя часть скамьи, на которой восседает Анна, вышивать было одно удовольствие. Да, все те же большие участки одного цвета. Но не только этим была интересна описываемая часть. Очаровали предметы рукоделия Анны. Цветок на подоконнике. Кстати, это он навеял воспоминания о сказке «Аленький цветочек». Вернее, об одном персонаже из этой сказки, чудовище. А если быть еще точнее, то о прототипе данного героя, который, как оказалось, вовсе не чудовище. Помните, мы углублялись с вами в эту тему в одном из видео. Но вернемся таки, друзья, к картине. Рада ее окончанию. И немного грустновато, как это всегда бывает при расставании с грознезной картиной, которой уделяешь много времени. Большой период находишься рядом с ней. Да, она, конечно, будет на стене оформлена. Конечно, у меня будет возможность взглядом проникать в нее, к нашим прекрасным героям, погружаться в их атмосферу любви, душевного тепла, трепетного взаимоуважения, радости и прекрасного настроения. Да, друзья, все эти чувства и эмоции излучает картина. Художник здорово постарался, чтобы донести все это до своего зрителя. Но когда вышиваешь, друзья, то будто постоянно рядом с ними находишься, представляешь их жизнь, быт, род занятий. И вот мы с вами уже прогуливаемся по средневековому городу, наведываемся в кузню, узнаем, что именно этим ремеслом занимался отец Анны. Она у нас, кстати, друзья, горожанка. Помните, интересно наблюдать, как вы включаетесь в эту игру, как раскрываются ваши писательские таланты. Женечка, вам точно нужно писать книги, добрые сказки. В ваших комментариях наши персонажи оживают и даже пытаются с нами взаимодействовать, приглашая нас в гости на чуёк. И создаётся впечатление, что это наши хорошие знакомые, соседи, только из какого-то далёкого-далёкого прошлого. И да, Женечка, вы как-то писали, что по секрету на рыночной площади узнали, что наш Джузеппе башмачник. Да, и глядя на его обувку, так и вспоминается, что сапожник без сапог так и есть на самом деле. А ещё вы писали, что он готовит подарок для своей любимой Анне, шьёт ей башмачки. И вот ему всё удалось. А сейчас, друзья, примите мои поздравления с наступающим Рождеством Христовым. Я желаю вам мира, здоровья, любви и всяческого благополучия. Спасибо, что вы были со мной весь этот вышивальный период, поддерживали меня своими комментариями и лайками, вдохновляли и стимулировали на съёмки очередных видео. Мне очень приятно ваше внимание и важно. И закончу видео уже традиционной фразой. А на сегодня всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok